привет друзья с вами валера и влог сибирского парня из сша точнее сегодня сибирского парня который вещает из мексики выбираем в мексике открыточку для подписчиков когда я сделаю видео про мексику про наши каникулы разыграем среди подписчиков открытку такой чили и лимон чили и лайм попробуем еще такие pringles таких вкусов нет у нас в америке лаунж 24 это работающие 24 часа небольшая кафешка зайдешь просто возьмешь если хочешь воду тоник это тоник по джину лед бокальчики шампанство здесь набираешь тоже лед в воду и хочешь соду как не хочешь пиво это получается здесь соки я думаю что сроки до розовое вино белое вино красное вино шампанское чай сахар здесь машинка делаешь мужа вот сделали себе капучино из натуральных зерен кстати машинка потому что в америке на всяких там заправках в нававе на комбининс торт такие удобные магазины где все есть там делается кофе из порошка вот эти все капучино если ты хочешь из машинки то есть там порошковые все ингредиенты а здесь натуральное молоко кофе бобы переманывается микроволновочка если что-то хочешь погреть здесь это начос идет заправка бобы с говядиной с фаршем это обычно берет на весь сыр сыр топленый melted cheese для начис тоже для чипсов сосисочки и котлетки для бургеров здесь можете себе взять выпечку хлеб это для хот-дога слева справа для гамбургера сухарики и вот сами чипсы начис кукурузные тортилы тортила чипсы кукурузные чипсы и их поливаешь сырным соусом если кто-ли есть мясо с бобами и с мясом такой подливы которые я показывала в начале и также люди обычно любят халапине чтобы они были там остренькие там халапине и разные тоже вариации может быть кто-то томат любит кто так начис любит сметану здесь идут разные бутерброды фрукты и салатик можно цезарь покушать этот салатик это как чистоты самообслуживания в любой момент можешь зайти перекусить здесь все тоже обновленное очень красивый вид еще забыла показать это в каждом номере и здесь тоже есть а этот диспенсеры с алкоголем red label есть это следующий это джин дальше идет текила водка и ромба карти в каждом номере тоже есть тут распределены распределены диспенсеры шаты вот это паша паша там нажимаешь на краник тебе выходит шат я сейчас даже хочу показать как это делается продолжаем наши прогулки по мексику так отель royal by the way переходим переходя дорогу тут надо быть аккуратнее чем в америке это в америке все останавливаются перед пешеходами здесь более борзые водители панкомат сувениры должны быть его ликерный алкогольный магазин аквариумы с рыбками а это типа ноги опускать туда которые кусают рыбки магазин с сувенирами сигарами и алкоголем мексиканец сидит зонтики какие сверху обмен валюты а мы с тобой не взяли валюты мексиканец партийные открыточки ручной работы ресторанчик маленький кафе мексиканец вот тут у нас тут у нас конечно же бар да тему страшно мишельку напугаем но тут кто-то снял магазин будет новый то же самое сувениры мини-маркет рынок да так мексиканский 7-eleven что еще тут есть татуировки сувениры что идем мексиканский 7-eleven здесь все так же как в обычных 7-eleven родные тракстабы вспоминаются с сосисками друзья 7-eleven что в мексике что в америке примерно одинаково продолжаем наши прогулки по мексике друзья мои очень жарко мы вышли с ребенком поэтому мы только сходили посмотрели где здесь сувениры где там 7-eleven всякие аптеки алкогольные сувенирные магазины бары рестораны короче просто пробежались посмотрели что есть досягаемости 10 минут вокруг нашего отеля здесь такой закрытый райончик небольшой здесь типа все культурно и безопасно единственное что мы пока видели опасного это старую большую игуану надеюсь больше мы не встретим а если встретим то только на таком расстоянии чтобы нам снять ее на вид мексиканский старбакс идем старбакс мексико как у нас как у нас я недавно выбросила 500 25 долларов вот там вас подсумель канкун плая дель кармен на кто собирает тому это удачное место я собираю значки кардрог кафе пока что не нашел подсумели остров канкун куда мы прилетели плая дель кармен где мы сейчас находимся ой это тоже рио и этот отель тоже из нашей сети тоже в которой мы можем заходить на ланч и на бар рио текила мы должны быть в своем отеле только на завтрак и на ужин в остальное время мы можем быть в любом из пяти отелей сети рио находящихся в этом районе плая дель кармен ул ул капибара спряталась вот она капибара идет маленькая красоточка вон они гуляют водосвинки ой какая мишеньке нравится капибара нравится мишеля какое животное вон их сколько они слушать хотят это на сухи на сухи к нам пришли к нам пришли на сухи у нас еды нету нету мишеньки на сухарики сейчас мы дадим вам мишеля нравится они все едят вот они нас тут Твою дивизию Упс, мы не видели, что за бортом Капец Субтитры сделал DimaTorzok Море сегодня спокойное, но на день обещают дождь и грозу Вот мы в 6 утра вышли с Мишелькой посмотреть на эту красоту Да, красота Вот как с утра чистят все на тракторе Чтобы не было водорослей по пляжу Чтобы было все чистенько Мне шутки нравятся тракторы В 6-6.30 утра супер Волн таких как вечером нет Пляж только почистили Вот только трактора как расцветают Где-то в 6 утра трактора проезжают Пляж почистят Никаких водорослей, никакого мусора Видите как? Ну не сказать, что прямо спокойно Но все-таки Карибское море тут это часть Атлантического океана В океан обычно не зайдешь, вообще спокойно Вот ограничена зона, где можно купаться И дальше вы видите, вот как выглядит за ночь пляж, если он не чищенный Весь в водорослях Да, Мишуся Это уже соседний отель И вот как выглядит пляж, если он почищенный Все чистенько и никаких водорослей уже нет На пятый день нашего отдыха полил дождь Конкретный такой сильный ливень И все сбежались, естественно, чтобы покушать Смотрите, друзья, какое небо и какая вода Дождь, гроза была сегодня Сейчас на улице тепло, плюс 24 И такое небо и водичка, просто супер Карибское море, Мексика Очень красиво Гру Гру Как white Мога Мога Моя Мога Продолжение следует... Шестой день отдыха, еще один день и домой, все понравилось нам, освоили мы и отель этот, и территории вокруг побывали, походили, прогулялись, короче, все нам очень сильно понравилось, отель на высшем уровне, все очень ухоженно, вы можете видеть сами своими глазами, уезжать не хочется, сейчас вот пойдем на ужин. Со многими познакомились с людьми из Голландии и отовсюду, очень рекомендую как семейный отдых, если вы едете с детьми или если вы едете просто вдвоем, но вы не хотите там больших тусовок, каких-то хотите хорошего сервиса, спокойного отдыха, хорошей еды, солнца, моря, бассейнов, то это отдых для вас. Вот они. Хе-хе-хе. Хеллоу. Вот она какая классная. Замечательная. Ой, распорядок дня очень простой, каждый день в 6.30 встаем, как раз где-то в 6.00-6.30 начинается рассвет, каждый день встаем с рассветом, дочка маленькая, вот она сидит рядом, встаем с рассветом, потому что Мишелька нам дольше поспать не даст, и все, собираемся, пока соберемся, уже солнце светит, идем на завтрак, в районе 7.30, 8.30, идем на завтрак, и все, потом возвращаемся, собираемся, намазываемся солнцезащитным кремом, спреями, ой, Мишеля ползет ко мне, идем тогда на бассейн уже или на пляж, на море, играться, загорать, а потом в 12.30 идем на обед. Все, друзья, кайфуем последний день, сегодня ветрено, чуть-чуть пасмурно, может даже дождь будет, но сейчас жара, классно. Кайфуем последний день, и завтра в 6 утра летим домой, обратно в родную Филадельфию, так что увидимся, буду продолжать монтировать для вас видосы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты, вы мне этим очень-очень сильно поможете. Не забывайте писать свои комментарии, свои впечатления, свои вопросы, автор лучшего комментария под этим видео прилетит открытка из Мексики. 2100 потрачено на этот отдых, у собой мы также имели где-то долларов 70 мелочью на чаевые, и все, и все у вас здесь будет супер, сервис, еда, солнце, пляж, все классно. На территории отеля 5 ресторанов, это Иль Портико, Ланч Тунифо, Дон Рафаэль, Кристалл, и еще один азиатский ресторан, суши ресторан, не помню, как он называется. И в итоге основной из этих ресторанов Дон Рафаэль, это вот ресторан, в котором все завтраки и ужины проходят, остальные рестораны, Ланч Тунифо, это место, где можно 24 часа в сутки что-то перекусить, также там есть весь алкоголь бесплатный, кофе, хорошая очень кофемашина, все это есть там, ну я уже говорил, что это all-inclusive отдых, поэтому здесь все включено, бар как бы есть и снаружи, и в отеле, и в комнате у вас пополняемый бар, за который никто не будет с вас чаржить, никто не будет с вас дополнительно брать оплату. Значит рестораны Кристалл, азиатский ресторан, это рестораны, в которые нужно идти с длинным рукавом, в длинных штанах, то есть в культурном виде нужно идти, нельзя идти в шорты, в футболки, там в пляже прямо, да, и это рестораны, в которых, которые открыты только на ужин, никаких специальных заказов там делать не нужно, просто в 6.30 во время ужина вы можете приходить туда культурно одетыми. Если вы хотите фуа-гра, хорошую говядину, вы можете пойти в ресторан Кристалл, если вы хотите суши, вы можете пойти в японский, а в основном ресторане, не знаю, такие вещи, как стейк хороший, там не знаю, рибай стейк, Нью-Йорк стейк, все это делается, вся еда прекрасная, 7 дней мы здесь жили, просто супер, принято оставлять чаевые, то есть для тех, кто из России, для тех, кто из страны СНГ, может это не сильно знакомо, для тех, кто из США, все и так прекрасно знают, что всегда нужно оставлять чаевые, то есть 1-2 доллара, 5 долларов, это уже прям супер кайф, в основном 1-2 доллара люди оставляют всегда за любую услугу, то есть на завтрак, на обед, на ужин или на баре попросили напиток, или на бассейне попросили напиток, или пришли выпить кофе, тоже за все 1-2 доллара принято оставлять, так что наменяйте с собой мелочи, чтобы было что оставить. Здесь также есть банкоматы, в мексиканской валюте можете снять, там с небольшой комиссией, со своей карточки виза или мастер-карт вы можете снять деньги, и здесь уже расплачиваться в PESO. Кроме нашего отеля, также еще 4 других отеля компании Rio есть, которые также мы можем пойти, заходить спокойно можем, можем пользоваться баром, кафетерием, можем пойти на ланч, А те рестораны, которые вот на завтрак и на ужин, все-таки мы должны пользоваться ими только в своем отеле. Дон Рафаэль, японский ресторан Яшима, Яшима, ресторан Кристалл. Дальше, вот там справа бар, алкогольный, а слева кофейня. И это кофейный, дальше, ресторан еще один, Il Portico, вот он слева. Еще один лаунж 24, здесь вообще никого нету обычно. Отель в 5 утра, ветрища, все, мы уезжаем. Вот она ночная Мексика. Все, покидаем наш отель, когда-нибудь еще вернемся. Сейчас в 6.20 приедет за нами транспорт и едем в аэропорт. Все, друзья, едем из Мексики домой. В 5 утра встали, нормально успели поспать. Через несколько часов будем уже в родной Филадельфии. Летим напрямую из Канкуна в Филадельфию и будем дома. Буду монтировать для вас свежие видосы, потому что на отдыхе не имел времени. Обещаю, что скоро все будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова